В Бендерах прошел первый турнир по питанку. Это популярная во всем мире спортивная игра на свежем воздухе. Соревнования проходили в формате личный турнир в условиях острой борьбы и противостояния. Участвовали 10 пары спортсменов из Террасполя и Бендер. Бендеры – школа борьбы. На днях здесь прошел первый турнир по питанку. Приняли в нем участие 10 пары спортсменов из Террасполя и Бендер. Организаторы – Республиканский благотворительный фонд «Мир равных возможностей» и Бендерский «Лайонс-клуб». Я рад, что у нас получилось это сделать. Мы целый год, прошлый год, вынашивали эту идею, потому что это давно назревало, это желание провести такой необычный для нашего региона турнир. И вот он наконец-то произошел. Я всех поздравляю. Питанк, или как чаще его называют, боча – сейчас самое модное уличное развлечение. Игроки говорят, что это простая игра со сложной стратегией. Она очень быстро увлекает и затягивает. Для того, чтобы сыграть, нужны только желание, небольшая площадка и металлические шары. Суть этого спорта в том, что участники по очереди бросают металлические шары, стараясь как можно ближе попасть рядом с маленьким деревянным шаром. Правила в чем-то схожи с керлингом. Есть что-то от боулинга и бильярда. Мало того, в это могут играть и малыши, и пожилые люди. Особых физических данных здесь совсем не нужно. Наша организация всегда направляет свои усилия на то, чтобы создавать возможности для людей заниматься спортом. Различными видами спорта. И когда у нас возникла как раз вот такая мысль, что почему бы еще какой-нибудь не культивировать вид спорта, это как раз был питанок. И если говорить о нем как о олимпийском, или как вы сказали, о паралимпийском, то, конечно, это будет не точно. Дело в том, что паралимпийским видом он еще не стал, но уже есть инициатива для того, чтобы его включили именно как раз в дисциплину паралимпийских игр. Когда питанк все-таки включат в паралимпийские игры, в Приднестровье уже будет своя натренированная команда. А пока три часа напряженной борьбы, и уже есть первые победы в личном турнире. Наталья Сучкова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.